продолжаем изучать слово всевышнего где он объясняет как как бы все что работает как нам жить что делать как относиться к разным вещам для чего для того чтобы реализовать потенциал своей души кстати это очень об этом надо молиться чтобы всевышний дал каждому из нас реализовать свой духовный божественный потенциал то есть у каждого из нас есть душа которая пришла в этот мир уникальная душа в уникальное тело вошла в уникальный интеллект не было такого человека как вы до вас и не будет после вас и вы в принципе каждый должен говорить мир создан для меня потому что потому что именно можно даже сказать как тора вообще относится к личности человека что каждый должен рассматривать себя что от меня зависит существование мира потому что в мире есть количество общее заслуг добра зла духовных заслуг и так далее и каждое твое действие надо рассматривать что сейчас я могу склонить чашу весов плюс и чашу весом минус поэтому мы сейчас молимся чтобы зло было уничтожено чтобы зло конкретно во всем мире было уничтожено и чтобы добра стало намного больше мы производим добро молимся всевышнему чтобы всевышний дал всем добрым хорошим людям жизнь спасения и так далее то есть каждый пожалуйста для себя вот если вы будете так молиться то будет все отлично я естественно молюсь я знаю что израиль это добро я знаю что в я могу сейчас говорить только про израиль я про про войну в украине я молюсь чтобы она закончилась чтобы а я считаю что это вообще просто бессмысленная война что напали зря что надо остановить нападение надо остановить войну и в израиле тоже надо остановить войну но в израиле чуть-чуть другая ситуация да в израиле другая ситуация в израиле есть конкретно хамас маньяки убийцы которых надо уничтожить теперь рассуждать сейчас про войну в украине надо ли идти до конца и так далее не знаю я не могу сказать ничего я зато в украине все понятно есть украина есть россия две разных страны есть граница девяносто первого года все значит тут все понятно ситуация понятна нужно остановить войну разойтись есть граница и все тут я вот это моя позиция по украине однозначно и четко что в есть есть как бы все есть граница в израиле чуть-чуть другая ситуация да в израиле ситуация сложная потому что в израиле это не война между странами в израиле это война в которой в которой израиле вообще не дают место для существования то есть те которые воюют против израиля хамас они говорят что израиля вообще нет то есть они хотят уничтожить и израиль и евреев представляете то есть это чуть-чуть не чуть-чуть это другая ситуация Поэтому я, конечно, молюсь, лично я молюсь за уничтожение Хамаса полностью, потому что тот, кто пришел тебя убить, надо встать и убить его в первую очередь. Поэтому я молюсь, чтобы Хамас был уничтожен. И после этого наступит мир. А вот дальше Всевышний, прям интересно, что Тора начинается с того, что задается вопрос. Вот первый же комментарий на Тору, он звучит так. Прямо если вы откроете, книга Берешита. Вначале Бог сотворил небо и землю. И задается первый комментарий устная Тора, спрашивает, а почему Бог начал с сотворения мира, а не заповедей для еврейского народа? Тора же дана еврейскому народу, заповеди, книга заповедей. Все можно было начать с первой заповеди после исхода из Едипта. И он отвечает, а потому что придут в конце времен, придут народы и скажут, грабите ли вы. Вот прям этот комментарий написан тысячи лет назад. В конце времен придут народы и скажут, грабите ли вы, вы эту землю Израиля забрали у семи народов. Это у Кнанистих народов, которые были. А мы им скажем, вот Берешит Бара, вначале Бог сотворил небо и землю. Бог, который творец мироздания. Он эту землю кому хочет дает, потом забирает, потом опять дает. То есть это Бог решает. И вот тут очень важно, очень важно тогда получается, чтобы понять, что земля Израиля принадлежит народу Израиля. Иерусалим принадлежит, естественно, еврейскому народу. Само слово, Иерушалаем. Первый храм построил царь Саламон. Второй храм построил Эзра и Аншек Настагдуна. То есть это все есть в Торе, это все есть в Библии, это все есть в Коране даже. Тоже есть, что пророк Муса, они его называют, Моисей. Он вышел из Едипта и Бог сказал, эту землю я отдаю на Исраиль. Прямо написано в Коране. Прямым текстом. Ну то есть какие вопросы вообще, кому принадлежит земля Израиля? Конечно народу Израиля. Мне вот этот момент непонятен. Откуда вообще может быть вот это утверждение, что евреи сюда пришли, а палестинцы их приютили. Кого приютили? Евреи здесь были всегда. Потом были римляне, которые разрушили второй храм и построили вместо второго храма Колизеи цирк. Потом древних римлян нет уже. Древний Рим исчез. Исчезла эта империя. И евреи вернулись сюда, вернулись к себе домой. Все понятно. Это наша страна, наш дом. В Библии написано, в Торе написано, в Коране написано, везде написано. Земля Израиля принадлежит народу Израиля. Все. Хорошо, дорогие друзья. Значит мы молимся, чтобы все это поняли. И чтобы злодеи, которые хотят уничтожать других людей, были наказаны. Теперь и мы молимся, чтобы война в Украине прекратилась. И чтобы Россия ушла на свою территорию. Есть Россия, есть Украина. И война прекратилась и больше никогда не начиналась. Тоже понятно. Да, есть Европа, есть страны, есть границы. Зачем переходить какие-то границы? Тоже? Это же очевидно, да? Да. Вот. Ну это, смотрите, это люди сумасшедшие. Они, вот Эстер пишет, что некоторые пишут, что евреям вообще жить. Слушайте, ну они, эти люди, сумасшедшие. Маньяти сумасшедшие. И опять же, известно, что благословляющий потомков Авраама будет благословлен, проклинающий будет проклят. То есть все эти люди, которые так говорят, они прокляты. И у них будет очень много проблем, это факт. То есть все, кто так, на протяжении всей истории, все, кто проклинали евреев, выступали против евреев, все были уничтожены, включая нацистов. Это же было совсем недавно. Нацисты, вот эти все, там, Дитлер, чтобы стерлось его имя. 12 лет он пробыл у власти и нету. Всех уничтожили нацистов, повесили их руководители. И вот такой конец всех злодеев, которые выступают против народа Израиля. Все, дорогие, чтобы ваш внук был здоров, счастлив, чтобы все, кто защищает Израиль, чтобы Бог дал нам. Вот это сейчас идет проверка на то, насколько люди вообще понимают, где добро, где зло. Значит, чтобы все, кто любит Израиль, были благословлены. 28 урок. 28 урок, мы продолжаем тему благодарности. И мы были как раз на том, что когда к человеку приходят страдания, неприятности, когда ему сложно, плохо, у него есть два варианта. У него есть вариант погрузиться в это полностью и провалиться в это, и прервать связь со Всевышним, считая, что Всевышний сделал ему плохо. И я разговаривал с одной женщиной буквально несколько дней назад, ей 73 года, и она, ее родители, спасенные из концлагерей, Ницулейша, которые спаслись от катастрофы. И она прям рыдала и говорит, я никогда не думала, что после катастрофы опять мы попадем в такую ситуацию, когда евреев так ненавидят. Все, я говорю, смотрите, во-первых, евреев ненавидят только сумасшедшие из СМИ, которые это транслируют. Большинство нормальных людей евреев любят и относятся к евреям прекрасно, потому что сколько евреев сделали для мира, для науки, для развития, сколько евреев вложили в этот мир. Ну, то есть, нормальные все люди ценят вклад евреев в этот мир. И пользуются этим вкладом тоже с радостью. Благодарные люди. Теперь, значит, а умные люди вообще не делят между евреем и неевреем, делят между хорошим человеком и нехорошим. Теперь второе, второе, это, она говорит, я коэсет, я гневаюсь на Всевышнего. И она гневается на Всевышнего, она рыдает, плачет. Я говорю, ну, смотрите, есть же другой вариант. Всевышний же, вот, ну, действительно, да, страшно погибают за дни вот этой вот войны, до 7-го числа погибло 350 солдат армии обороны Израиля. И больше тысячи они убили эти нацисты, эти хамасовцы, гражданских людей, женщин, детей, и 250 человек забрали в плен. То есть, погибло всего около полторы тысячи, две тысячи человек. Это страшно за месяц, просто за то, что они евреи. Это страшно и страшно. Ну, сказать, что Всевышний не любит народ Израиля, и что я гневаюсь на Всевышнего, это еще страшнее. Потому что в мире живут 15 миллионов евреев, и всех Всевышний защищает. В мире живут 8,5 миллиарда человек, и всех Всевышний любит, дает всем пропитание. То есть, на Всевышнего нельзя гневаться. Всевышнего можно только любить, почитать и бояться нарушить его волю. Это единственное возможных три варианта отношения к Всевышнему. Любить, бояться и почитать. Нельзя на него гневаться, нельзя против него выступать, нельзя от него требовать даже. То есть, Всевышний Бог, он хозяин, это его мир. И когда мы любим Всевышнего, мы понимаем, что везде есть позитивное намерение. Везде, в каждом действии Всевышнего есть скрыто позитивное намерение. Поэтому, когда к человеку приходит проблема, у него два пути. Первое, это прервать связь со Всевышним и погрузиться в депрессию, в негатив. И, ну, самому себя же уничтожить. То есть, проблема, которая пришла, она является проявлением какого-то предыдущего корневой ошибки, которая была у человека в прошлом. Теперь реакция на эту проблему в виде гнева, в виде обиды, в виде прервания отношений со Всевышним, это проблема номер два, последствия, которые будут еще хуже. И вот он эту тему нам объясняет, рассказывает, Рав Шаломаруш. Он нам приводил пример Леи, которая всю жизнь страдала, а потом она поняла, что это было страдание, когда родился четвертый сын Иуда. Она сказала, вот теперь я вас благодарю Бога. Теперь я понимаю, ради чего были эти страдания. И она первая, которая связала вот эти страдания, которые были у нее, с наградой за эти страдания. Она поняла, что у любого страдания есть равноценная награда, которая ждет человека, если он ее дождался. Второй пример он приводил, что про отца они вообще не видели зла, они сразу это понимали. И теперь он сегодня приводит в 28-м уроке, сегодняшний я вам расскажу одну историю. Одну историю, которая показывает, как Всевышний дает испытания, и как потом Всевышний дает за них награду. Рассказывается история про одного еврея, у которого была лавка такая на рынке Махане Иуда. В центре Иерусалима есть рынок Махане Иуда, и там есть такие, как киоски. И вот у него был там киоск на очень хорошем месте, там много людей идут, прям толпы людей покупают, и он очень хорошо жил. Потом он стал больше соблюдать заповеди, начал он, ну это называется Хазар-Бетшува, стал религиозным, все. И тут у него стал он религиозным, дела пошли хуже, пошли у него хуже дела. И напротив него открывает какой-то другой в рейс свою лавку, и у него падает вообще в два раза выторг. Тот открывает такое же, с таким же товаром, и у него в два раза падает выторг. И у него не хватает уже, прямо дошло до того, что ему не хватает денег, то есть его арендная плата, она не покрывается той прибылью, которую он зарабатывает, продавая свой товар. Тогда он приходит к раввину, пришел он к раввину, Раф Шмуэле звали этого раввина, и говорит, вот такая вот, значит, вот такая ситуация. И он был в ярости от всего этого, и даже сказал, что если бы негодный конкурент открыл свое дело рядом с ним прежде, чем он обратился к вере, он убил бы его. То есть он говорит, сейчас я религиозно его убить не могу, но я так на него гневаюсь. Значит, сказал ему Раф, что с тобой? Ведь все, что Всевышний делает, все это к лучшему. Так сделал для тебя Всевышний, значит это благо. Это не лавочник, кто от тебя лишил заработка, это Всевышний, но ты пойми, что это для тебя благо. Тот говорит, а что мне делать теперь? Что мне теперь делать? То есть Всевышний, да, что делать-то мне? Раввин ему говорит, смотри, все к лучшему, закрой лавку здесь, открой ее в другом месте, где арендная плата не так высока. Может, прибыль будет не такой, как раньше, но у тебя все же будет заработок. Прими с любовью свои неприятности. Так ему посоветовал Раввин. И он вышел от Рава в раздражении и разочаровании, но послушался его совета, он ему доверял. И он открыл свою лавку в квартале недалеко от Меа-Шарим. Значит, Меа-Шарим это тоже в центре Иерусалима квартал, как раз такой религиозный, старый квартал. Его название Меа-Шарим это «Сто ворот». Интересно, что сейчас я вспомнил, как раз будет история в следующих недельных главах, будет история про Ицхака, в которой есть вот это слово «Сто ворот», Меа-Шарим. Откуда взял свое название этот квартал. Там было так, что когда Ицхак поселился в земле Плештим, и в этот год, в этой земле был плохой год голодный, и земля была очень плохая, Бог ему дал урожай Меа-Шарим. Дал ему урожай в сто раз больше, чем обычно. То есть мы видим, что для Всевышнего дай человеку пропитание. Не важно место, не важно чем ты занимаешься, важно твоя связь со Всевышним. И вот, значит, он открыл такое место, прямо написанное неподалеку от квартала Меа-Шарим. Этот квартал называется «В сто раз». И в этом месте, как раз над его новой лавкой, жила одинокая старушка. И он, значит, жалился над ней, стал приносить ей бесплатно еду, помогать ей, какие-то вопросы ее решать и так далее. И вот, значит, как-то она попросила уделить ей время, чтобы выслушать ее. И он, уставший и измотанный, в конце рабочего дня собирался ей отказать, но в конце концов согласился и поднялся в ее квартиру. Старушка начала рассказывать ему историю своей жизни, как она дошла до того, что осталась совсем одна. Но он уже нетерпеливо посматривал на часы. В общем, она ему говорит «Хорошо, подожди еще немного». В общем, в итоге она продолжала свой рассказ и дошла до того, о чем хотела поговорить. Ее дядя умер и завещал ей 5 миллионов долларов. А она одинока, и ей некому оставить эти деньги. Только этот торговец заботился о ней все эти годы, и она решила оставить все деньги ему и просить лишь об одном. Пусть он приобретет одну комнату в Еши ради спасения ее души, чтобы в этой комнате все время изучали Тору. И он, этот торговец, пошел потом к этому же рабу, Равшмуэле. И Равшмуэле ему сказал «Разве не ты жаловался мне на свое разорение?» И, значит, сказал ему Рав, тот рассказал всю историю, «Вот я же говорил тебе, что все к лучшему. Всевышний видел, что тебя ожидают большое богатство. И устроил так, чтобы ты его получил. Поэтому тебе пришлось...» И он тогда связалась вся эта история. Этот пример снова убеждает нас. Не обязательно понимать, каким образом все обернется к лучшему. «Достаточно верить. Достаточно верить. В час испытания кажется, что хуже быть не может. Поэтому нужно отбросить разум и держаться верой в лучшее благодаря Всевышнему. Благодарить Всевышнего. Спасибо тебе, Господи, ты давал мне пропитание в изобилии столько-то лет. Спасибо и за то, что ты желаешь, чтобы я перенес дело в другое место. Главное – пребывать все время в радость. Человек должен устранять свою волю перед Всевышним охотно и с радостью». Такая история, да? Поэтому мы видим и знаем, что сегодняшняя ситуация – все к лучшему. Я, например, уверен. Прямо вот у меня есть 100% уверенность насчет Украины. Прямо с самого начала. Украина войдет в ЕС, в НАТО. Будет украинский паспорт. У меня он есть. И я, значит, уверен, что Украина станет частью Европы. Будем ездить спокойно по всей Европе. Украина будет частью ЕС, Европейского Союза, будет европейской страной. И все, что происходит, к лучшему. С Израилем то же самое. В Израиле все станут религиозными. Все будут служить Всевышнему. Все вот эти вот сейчас страдания, которые есть у еврейского народа, когда это страшно реально увидеть, что твои соседи, которые просто они жили рядом, мы в хороших отношениях арабы, они заходят и детям отрезают руки, ноги, руками. И они просто ненавидят и готовы убить. И все это пробуждает в евреях самосознание, понимание, что только спасение от Всевышнего и наше право на эту землю – это Тора. Тора, заповеди и обещание Всевышнего Аврааму, Ицкаку и Якову, что эту землю я дам твоим потомкам. Все. То есть, как только евреи об этом вспомнят, начнут молиться, соблюдать заповеди, то союз, он работает. Союз со Всевышним работает, просто нам нужно от себя чуть-чуть усилиться в осознании, что еврей – это тот, кто соблюдает заповеди, любит Бога. И в этот момент Всевышний, он выполняет свою часть договора однозначно. А договор он сделал с Авраамом, Ицкаком и Яковом. Теперь, вот здесь сегодняшний урок опять совпадает. Представляете, опять он совпадает с тем, что мы учили. Значит, здесь нам говорит Равзелик Плистин. Он говорит такую вещь, что 28-й урок в этой книге, он говорит такую вещь, как усиливать в себе благодарность. Он давал нам конкретных, очень много советов. Мне, кстати, очень понравился его последний совет, 27-й, что если что-то идет не так, это как раз тебе ремандер, это тебе напоминание поблагодарить за то же самое, что все шло так. Ребенок не слушается в данный момент, ты злишься, скажи спасибо тебе Всевышний за все те разы, когда он слушался, когда он вел себя прекрасно, когда было все хорошо. И тогда вот это будет честно. В этот месяц что-то не получилось, скажи спасибо за все предыдущие месяцы. Магазин закрыт, скажи спасибо за все разы, что был открыт. Ты же не сказал спасибо. Обычно человек, магазин открыт, ну и что, что, благодарить Всевышнего? Закрыт, вот, ну почему мне так не везет? Закрыт, скажи спасибо, что мне так везло, что он всегда был открыт. Дождь на улице, скажи прямо ливень сейчас, ты недоволен, скажи спасибо за все эти годы хорошей погоды, которые я наслаждался и тебя не благодарил. Понятно, да? Теперь 28 урок, он тоже нам дает постоянный источник благодарности. Благодари папу и маму. Всевышний сказал, прямо на скрижалях написал, кабететавиха вейтемеха, почитай папу и маму. Он, значит, прям конкретно Всевышний сказал нам каждый день почитать папу и маму, прямо на скрижалях написал. Теперь в этой заповеди, неважно, они умерли, они живы, они, слава Богу, что живы. Если живы, это нужно опять же говорить словами. Папа, мама, спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам. Это очень важно. Я сейчас стараюсь маме говорить больше, вот прямо хороших слов. Она прямо расцвела в своих 85 лет. Я ей за всю жизнь не говорил столько хороших слов, сколько сейчас я говорю каждый раз, когда к ней прихожу. И так бы приходишь, она, пожилые люди из Советского Союза часто жалуются, да? А тут вместо того, чтобы она жаловалась, я сразу начинаю. Как ты хорошо выглядишь, как ты молодо выглядишь, как у тебя хорошая прическа, всё. Она прям расцветает. Вот. А когда папа у меня, отец ушёл, умер уже, так здесь тоже рассказывается история одна, он всегда заканчивает историей. Он говорит, я встретил 80-летнего мужчину, который просто прославлял своего папу и говорил мне, какой прекрасным человеком он был. А я спросил его, как давно твой папа умер? Спросил я его. Он говорит, ну почти 40 лет прошло уже. Он ответил. Но ты говоришь о своём отце, как будто бы он недавно умер. А он говорит, это потому, что он постоянно у меня в памяти, в мозге, в моём памяти, of my mind. At the forefront of my mind. И я tremendously grateful. Я очень, ну прямо невероятно, я благодарен за всё, что папа сделал для меня. И я не могу, и я никогда-никогда не смогу, не буду ему благодарен достаточно. То есть здесь нет, в этой заповеди нет достаточности. То, что мы живы, то, что у нас есть, всё это базируется на корне того, что нам дали наши родители. И благодарность родителям. Почему Бог разместил, кстати, интересно, есть скрижали, две скрижали, 10 заповедей. Первые заповеди. Я твой Бог, который вывел тебя из земли египетской. Не будет у тебя других богов. Значит, не произноси имя моё впустую. Ну, почитай папу и маму и соблюдай день субботний. То есть получается, что вот все заповеди, кроме почитая папу и маму, это заповеди между человеком и Богом. А вот почитай, то есть почитай день субботний, я твой Бог, не будет других богов, не произноси имя моё впустую. И тут, друг, почитай папу и маму. Так заповедь почитания отца и матери, оно относится к заповедям между человеком и Богом. Тот, кто не благодарен отцу и матери, которые дали тебе жизнь, то ты не можешь быть благодарен Богу, который тоже дает тебе жизнь. То есть это очень прямая связка. Когда ты видишь и осознаешь, что не было бы их родителей, не было бы тебя, и ты наполняешь вот эту связку просто за то, что ты есть, ты уже за это благодарен, то это гарантия, что ты будешь благодарен Всевышнему. А если ты не благодарен тем, кто дали тебе жизнь, то есть ты как бы берешь это на себя, я себя создал. Вот это вот я себя создал, это как раз и корень всей гордыни, ну и всех негативных последствий гордыни. Поэтому Бог разместил заповедь на скрижалях, почитай папу и маму, на первых скрижалях. А вторые скрижали, уже пять заповедей, это между человеком и человеком. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не будь лжесвидетелем, и не вожелай того, что тебе не принадлежит. Не вожелай, тоже интересная заповедь, это единственная заповедь, которая касается мышления. Все заповеди касаются действия, хотя тоже в «Я Бог Твой верить в это» это тоже мышление получается. То есть, ну интересно, из пяти заповедей, которые между человеком и человеком, заповедь «Не вожелай», она из этих пяти единственная, которая относится к мышлению. Так, здесь тоже корень, да? Вот корень, когда ты говоришь, вот я хочу то, что у него, или ему Бог дал лучше, ему Бог... То есть, как только ты начинаешь судить других людей, судить Всевышнего, что он что-то там ошибается, это начинается проблема. Всевышний каждому дает то, что ему нужно. И задача каждого из нас, это... Вы не представляете, насколько у нас есть неограниченный источник для радости внутри. Если мы перестаем смотреть вокруг, а начинаем смотреть вот то, что у нас есть, и видеть не то, что не хватает, а видеть то, что да, хватает. Вот просто одно вот это вот решение, «Я буду видеть то, что у меня есть, и благодарить за это Всевышнего», дает такой источник радости, который люди, которые стремятся зарабатывать деньги, вот человек стремится зарабатывать деньги, ну вот он зарабатывает, работает, ночами не спит, там у него сложности, проблемы, рискует. Ну, царь Соломон в Коэлете очень хорошо описал все те проблемы, которые преследуют человека, который гонится за деньгами, да? Коля Буцея Беца, Нехэш Баалавыка. Каждый алчный эту душу человека забирает. Теперь, но радости, которые испытывает человек, который гонится за деньгами, они могут быть минимальными, потому что ему всегда не хватает. Есть 100, он хочет 200, есть 200, он хочет 400, есть Мерседес, он хочет Бентли, есть Бентли, он хочет Роллс-Ройс, есть Роллс-Ройс, он хочет уже самолет. То есть ему всегда не хватает. Но человек, который осознал, что самое важное – это благодарность, не важно, сколько у него есть, он считает, что Всевышний дал ему больше, чем ему надо, и у него в этот момент всегда включается такое ощущение полноты, счастья и радости, которое человеку, которому не хватает, он это ни за какие деньги не купит. Поэтому очень важно, еще раз, то, что мы изучаем, это реально ключ, это ворота ко Всевышнему, это лучшая связь со Всевышним через благодарность, это получение такого уровня жизни, духовной, эмоциональной и физической, что просто невероятной. И благодарность людям, как только вы начинаете искренне испытывать благодарность другим людям, они вам ничего не должны, жены, дети и так далее, это все условности, да, ты мне должен. Как только ты считаешь, что он тебе дает, и ты ему начинаешь благодарить, и ты начинаешь его ценить, отношения меняются кардинально в лучшую сторону. Вот попробуйте. Благодарность Всевышнему, благодарность людям, благодарность себе, и у вас жизнь изменится в лучшую сторону, гарантированно. Все, спасибо вам большое, что вы приходите на уроди. Я благодаря вам учил тоже эту тему, прямо я очень вам благодарен. У нас больше двухсот человек на уроди, слава Богу. Прямо конкретно это очень приятно, что столько людей одновременно испытывают благодарность, чувствуют благодарность Всевышнему. Это очень важно. Любая благодарность, она должна распространяться на Всевышнего. Все, кого вы благодарите, это только посланцы Всевышнего для вас. А как только вы со Всевышним вошли вот в этот вот контакт благодарности, он восполнит все, чего вам не хватает, чтобы Бог выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра, и чтобы все были здоровы, благополучны, счастливы, и мы жили в мире, и увидели третий храм Имашеха своими глазами. Все, до завтра. С Божьей помощью завтра в 10 продолжаем овладевать благодарностью. Все, счастливо, пока.